Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Для тех, кто еще не знает, меня зовут Юля. И сегодня я хочу показать вам свой заказ по каталогу Фаберлик. Я заказала очень прикольные продукты и уже не терпится поскорее с вами поделиться. Итак, сейчас я покажу декоративку. Я заказала два карандаша для губ, для глаз и такую тушь. Первое, что я вам хочу показать, это карандаш для глаз. Новая серия. Называется он Каял Ультрамодерн. Тон у меня изумрудный город. Мне хотелось на лето выбрать вот именно что-то в таких необычных тонах. И приглянулся зеленый оттенок. У меня уже когда-то был Фаберлик карандаш в таком цвете. То есть не в таком цвете, тоже зеленый, но он оказался каким-то более цвета осенней листвы. Этот же Каял меня просто безумно порадовал. Я даже для вас сделала такой небольшой видеоролик, где показываю, как делаю макияж с помощью этого карандаша и новой туши. Он рисует прекрасную жирную линию, очень хороший, насыщенный такой зеленый цвет, необычный. В моей коллекции таких еще не было. И думаю, что на лето это как раз то, что нужно изменить как-то свой макияж, поменять немного образ. Этот Каял мне еще понравился тем, что им не нужно 300 раз вводить на одном месте. Буквально две линии, получается прекрасная стрелка. А также мне очень нравится этим карандашиком подводить нижнее веко. Получается, знаете, такой красивый открытый взгляд. И мне кажется, что он очень хорошо подходит голубым глазам. Еще я решила заказать такую тушь. От Faberlic у меня были различные туши. Так что у меня уже есть с чем сравнивать. Расскажу немного о этой. Мне понравилась ее силиконовая кисточка. Вот так вот она выглядит. Она имеет очень густые щетинки. Благодаря этому прокрашивается каждая ресничка и отлично разделяется. Что делает эта тушь с вашими, с моими ресничками? Она придает естественный образ. То есть эта тушь, можно сказать, подходит для ежедневного применения. Она прекрасно продюсывает реснички, дарит объем. Но на счет удлинения, да, удлинение присутствует, но не такое эффективное, как у других тушей от Faberlic. Мне понравилась кисточка. Ей в самом деле удобно наносить этот продукт. Я заметила, что эту тушь нужно наносить очень быстро. Сразу первый слой и после него второй, потому что она быстро застывает на ресницах. Если сравнить ее с другими моими тушами от Faberlic, то хочу сказать, что все же мне, она, да, мне она понравилась, неплохая. Движдневное использование подойдет, но все же от Faberlic, моей любимицы, остается тушь в таком розово-блестящем флакончике. Появилась она несколько месяцев назад. Она делает реснички просто потрясающими, волшебными, как будто накладными. И следующее мое приобретение, это такой вот карандаш для губ, также новинка Ultra Modern. Тон у меня сейчас, я вам зачитаю, страстная орхидея. Вообще карандашами для губ я пользуюсь редко, но на лето решила взять, чтобы помада дольше держалась на губах. Оттенок такой же самый, какой мы видим в этом карандаше. Он розовый. Да, он не такой пастельно-розовый, он более в ярких розовых тонах, но это мне очень нравится, потому что в основном все мои помады имеют подобный этому карандашу цвет. И знаете, я еще подумываю сейчас над тем, чтобы приобрести из этой серии нюдовый карандаш. Мне кажется, это будет просто отличная идея на лето. Карандаш мне понравился. Он, ну вот вы просто прикасаетесь к губам, еле-еле кончиком карандаша, и он уже рисует линию. То есть прекрасно пигментированный, жирный, и не нужно долго возить его по губам, чтобы нарисовать красивый контур. И следующее, что я вам хочу показать, это такие вот мелки для волос. Я взяла в фиолетовом и в розовом цвете. Артикулы, как всегда, оставляю внизу под видео, но могу назвать и сейчас 5603 и 5602. Там еще был синий оттенок, оранжевый и, по-моему, все. Значит, для чего я вообще покупала эти мелки? Меня всегда привлекали такие косметические штучки. Мне очень нравится создавать различные образы, в основном для фотосессий. Под какой-то интересный аутфит можно сделать пару прядей розовых или фиолетовых. Давайте по порядку. Я уже пользовалась фиолетовым мелком. Что мне в нем понравилось и что не понравилось? Сначала я думала, что он запечатан в пленку, но потом оказалось, что это такая вот крышечка. Его нужно расположить вот так вот вертикально и тогда прядь очень хорошо прокрасится. Я уже пробовала горизонтально расположить. Можете посмотреть, там внутри находятся такие полосочки, горизонтально прядь прокрашивается плохо. Также эти мелки рекомендуют прозвитель наносить на сухие волосы или на немного влажные. Вот мне кажется, что на влажные наносить их очень классно, потому что цвет получается более насыщенный. Когда я нанесла впервые фиолетовый оттенок на волосы, знаете, вот он мне показался на моих волосах светлых. Немного каким-то слишком ярким, даже можно сказать готическим. Мне очень было бы интересно посмотреть, как он будет смотреться на черных волосах. Мне кажется, будет на черных намного круче. И розовым я еще мелком не пользовалась, думаю, что он мне подойдет больше. Давайте это сделаем вместе с вами. Предупреждаю, что эти мелки очень сыпятся. У меня когда-то был лак для волос, тогда я просто его распыляла на прядки и он прекрасно держался. Мелки это совершенно другой продукт. Запах, кстати, у них такой вроде бы приятный. Но какой-то присутствует такой незначительный. В общем, если вы будете носить этот мелок, если вы все же себе закажете, то советую это делать не в белом платье, как у меня сейчас. Наверное, придется чем-то застилать колени. Потому что мелки очень пылят и сыпятся во время нанесения. Также я настоятельно рекомендую, и производитель также рекомендует, после того, как вы нанесете этот цвет на волосы, обязательно нужно закрепить прядь лаком. Потому что я не закрепила лаком, у меня прядь попала на щелку, и остались следы фиолетовые. То есть и руки будут вымазываться потом. Так что обязательно нужно закреплять лаком, потому что вы вся будете в этом мелке. И также его на ночь, когда вы будете ложиться спать, лучше смыть, потому что вся подушка также будет в мелках. Но это в том случае, если вы будете окрашивать много прядей. Если окрасите одну, то, думаю, ничего страшного не будет. Сейчас я волосы мочить не буду, потому что поблизости доступа к воде у меня нет. Попробую нанести на сухие. Я возьму где-то вот такой вот прядь. Но вообще я беру пряди поменьше, но думаю, что на слишком маленькой пряди цвета особо видно не будет. Итак, начнем. Сильно сжимаем и проводим. Ну вот, вы уже видите эффект. Такой вот получился эффект. Можно немного его распределить по волосам, чтобы более получился равномерный цвет. В принципе, на сухие тоже дает красивый такой оттенок. Ой, что случилось с моими волосами? Видите, уже вымазала лорку. Ну вот такая вот у меня получилась прядка. Мне очень нравится розовый оттенок. Все-таки получше смотрится, чем фиолетовый, более нежный. Мне кажется, даже сочетается с помадой на губах. Думаю, на лето такое разнообразие. Это вполне неплохо. И следующие продукты, которые я вам покажу, это уже будет уходовая косметика. Первая, это моя самая любимая, обожаемая медовая серия Фаберлик. Я заказала медовый скраб. Из этой серии у меня уже есть и гель для душа, и кондиционер. И многократно я брала мыло для рук, жидкое. Единственное, чего не было, это, по-моему, твердого мыла. Итак, медовый скраб. Запах у этой серии просто потрясающий. У кого еще не было, обязательно закажите. Он настолько сладкий, настолько медовый, я еще нигде, ни у каких марок не встречала именно такой одушки, а в средствах для душа. Этот медовый скраб мне очень понравился тем, что он хорошо пенится, создает очень, знаете, такую мягкую пену. Также мне безумно понравились частички. Они среднего помола. Это именно как раз то, что нужно. Бывают такие, знаете, маленькие частички, которые не ощущаются. Бывают огромные частички, а эти вот именно такие небольшие, но их очень много, и они прекрасно делают массаж кожи. И после душа аромат еще долгое время остается на коже. Еще я пришла брать новинку, заказала такой вот шампунь. У меня для любого типа волос на каждый день. Я долгое время пользовалась от Faberlic шампунем с медовым мороженым. Мне он просто безумно нравился. Но в последнее время я пользуюсь другой маркой, и у меня тот шампунь закончился, и поэтому я решила еще раз заказать новинку от Faberlic. Пользовалась я им пока что один раз. Вроде бы неплохой, но пока что он толком, ничего сказать не могу. Мне нужно хотя бы недели две его потестировать, и тогда уже смогу поделиться своим отзывом. И последнее, что я заказала, это был стиральный универсальный концентрированный порошок. Я долго не буду на нем восстанавливаться, уже часто вам рассказываю о этом порошке. Он очень классный. Во-первых, нравится мне тем, что не имеет никакого запаха. Во-вторых, он экономичный, так как он концентрированный. Там идет в пакетике мерная ложка, достаточно небольшого количества, и прекрасно отстирываются все вещи. И еще плюс этого порошка в том, что он гипоаллергенный. Ну, на этом все. Мое видео подошло к концу. Надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если есть какие-то вопросы по этим продуктам, которые я показала, либо вы хотите узнать мое мнение о каком-то другом продукте, этого брелик, то не стесняйтесь, пишите все в комментариях. С вами была Юля. Желаю всем классного настроения, и всем пока, до новых встреч!